Здравствуйте, уважаемые коллеги! Нам, как хирургам, обязательно охота доделать начатое лечение, поэтому хирургическое лечение, как правило, является завершающим этапом комплексного лечения рака пищевода. Безусловно, проблема актуальна, и по данным ВОЗ, далеко не последнее место рак пищевода занимает по заболеваемости и смертности. Если говорить об исторических аспектах хирургии рака пищевода, то все начиналось, в принципе, с доступа в плевральную полость. И раньше доступ в плевральную полость случайным считался высоколетальным и нежелательным этапом операции. Но в последующем хирурги с появлением технических возможностей аппаратов искусственной вентиляции легких перестали бояться проникать в плевральную полость и стали оперировать на пищеводе. Сначала это были резекции по поводу доброкачественных новообразований частичные, и последующие этапы становились все более агрессивными, и началась хирургия уже злокачественных новообразований пищевода. На сегодняшний день в арсенале методы, используя которые с учетом анатомических особенностей пациента, ангиоархитектоники, с учетом проведенного лечения, адювантной химиотерапии, лучевой терапии, используя эти методы хирургического лечения, мы сможем предложить пациенту выбрать тот самый оптимальный метод, который с учетом его особенностей и положительных сторон может способствовать успеху лечения. Задачей хирурга стоит не просто удалить опухоль, а вдумчиво отнестись к тому, где она находится, и какими способами можно заместить пищевод. Об этих всех аспектах мы поговорим сейчас постепенно. Касательно хирургического доступа, к нему предъявляются следующие требования. Безусловно, это обзор. Безопасность манипуляций. Операция должна быть выполнима. С учетом онкологических принципов, лимфатические узлы должны быть доступны из выполненного доступа. Ну а сформированный анастомоз должен быть надежным. Сравнивая различные методы, традиционные, минимально инвазивные и новое веяние роботоассистированных, мы видим, что все же традиционные операции имеют большое количество осложнений. Это и лимфория, это раневая инфекция, сердечно-сосудистые осложнения, респираторные. Их количество закономерно уменьшается с применением минимально инвазивных технологий. И вот уже мы говорим не о осложнениях операций, а чисто об особенностях. Это снижение кровопотери, снижение продолжительности оперативного вмешательства, увеличение качества лимфодисекции, уменьшение несостоятельности. Но, правда, у эндоскопических операций в силу использования аппаратных анастомозов и аппаратов риск формирования структуры достаточно велик. Мы видим, что снижается кровопотеря при использовании минимально инвазивных операций, а качество лимфодисекции существенно повышается. Тем не менее, результаты исследований различных лет приводят нам противоречивые результаты. Одни из них говорят в пользу минимально инвазивных операций, другие в пользу открытых. Снижение частоты послеоперационных осложнений, в особенности легочных осложнений, которые наиболее часто это пневмонии, после эзофагоктомии, это все же меньше при выполнении гибридной минимально инвазивных операций. Тем не менее, другие исследования показывают, что преимуществ минимально инвазивного доступа нет. Все отличается. Гибридная минимально инвазивная эзофагоктомия имеет преимущество по показателю выживаемости. Это исследование 2017 года. Большая трехлетняя выжимаемость. А в то же время вдруг появляются исследования, которые показывают преимущество полностью минимальной инвазивной эзофагоктомии по выживаемости и снижении смертности. Методика оперативного вмешательства определяется локализацией опухоли. Локализация, соответствующая по классификации ZIVIR-3, мы отдаем абдоминальным хирургам, если это аденокарцинома, то лечится по стандартам рака желудка. Аденокарцинома ZIVIR-1 и 2 плоскоклеточный рак – это рак пищевода, который должен оперироваться в зависимости от локализации метода Майвара-Люриса или Маккеона. Объем лимфодисекции – спорный вопрос, двухзональная или трехзональная. Одни исследования показывают нам преимущество двухзональной лимфодисекции, мотивируя тем, что есть четкие предикторы метастазирования, например, 106 лимфоузлы 106-го рекуренса являются предикторами поражения лимфатических узлов шеи и только при выявлении метастазии, по сути, экспресс-исследования этой группы лимфоузлов является показанием к трехзональной лимфодисекции. Другие исследования показывают, что именно трехзональная лимфодисекция, систематически выполняемая, должна быть выполнима, должна стать обязательной при минимальной инвазивной либо открытой изофаготомии, мотивируя тем, что чем больше лимфатических узлов мы удалим, тем это будет способствовать лучшим послеоперационным результатам. Но патоморфологи не дадут соврать, вариабельность лимфатических узлов очень велика и мы в одном и том же объеме клетчатки у разных пациентов можем иметь разное количество лимфоузлов. А поэтому, немного забегая вперед, скажу, что японцы задумались об этапности метастазирования, о том, какие лимфоузлы являются региональными для данной локализации, как и отдаленные, и с учетом этой классификации следует принимать хирургическую тактику. Частота метастазирования лимфатических узлов показана на данном слайде. Мы видим, что в зависимости от локализации опухоли верхний, средний либо нижний грудной отдел, частоты поражения лимфатических узлов, опять же, специфичных для каждого из отделов, они отличаются, и отличаются таким образом классификация лимфоузлов, отнесение их к региональным, либо отдаленным. Клиренс опухоли – важная составляющая, которая является одним из основных принципов онкологии. В исследованиях было показано, что от видимой проксимальной границы резекции опухоли в 64% случаев опухолевые клетки находились в 3 см, а в 11% на расстоянии 9 см. И это является доказательством того, что опухоль должна удаляться с отступом от видимых пораженных тканей. Проксимальный клиренс – 10 см и 5 см дистальный клиренс. Соответственно, при фиксации препарата гистологического эти 10 см превращаются в 5 см, и мы ориентируемся по заключению патоморфолога, насколько радикально, насколько хорошо выполнена операция. Безусловно, мы принимаем во внимание и программу неодивантной терапии. Имеет значение проксимальные и дистальные отступы, поскольку одно из следствий проведенной лучевой терапии и фактором риска несостоятельности является ухудшение кровоснабжения стенки пищевода и желудка в зонах, которые подверглись облучению. Мы видим, что поля облучения распространяются далеко максимально при опухоли верхнегрудного и среднегрудного отделов пищевода. Для среднегрудного и нижнегрудного отделов пищевода все так же максимальное распространение границы облучения и границы облучения для нижнегрудного отдела пищевода. Мы должны думать и о ширине желудочного стебля, однако статистически достоверной разницы при различной ширине желудочного стебля не показано. Таким образом, мы принимаем во внимание ширину желудочного стебля как опцию, которой мы должны воспользоваться, чтобы регулировать то расстояние, которое мы должны заместить желудком, резецируя пищевод. Одним из вопросов важных является, где же расположить желудочный стебель загрудинно, либо в заднем средостении. Мы видим, что частоты несостоятельности, летальности, других осложнений они не отличаются в зависимости от локализации желудочного стебля, но найдена другая причина, по которой мы должны об этом думать. Она кроется в анатомии и в наличии сосудистых анастомозов желудка. Есть два варианта анастомозирования, рассыпной и магистральный. И в четверти процентов случаев есть вариант анатомии, когда анастомоз по большой кривизне желудочно-сальниковой артерии отсутствует. Поэтому мы должны учитывать это обстоятельство при формировании узкого стебля, когда создаются предпосылки к ишемии максимальной части желудочного стебля, которая мало того, что находится далеко от питающего сосуда, которым является правая желудочно-сальниковая артерия, но и остаётся, формируя анастомоз в максимально обеднённом сосудами состоянии. Следует учитывать также точку прикрепления желудочного стебля. И показано, что если мы используем для ориентира точку прикрепления желудочно-двенадцатиперстную артерию, то путь проведения передний оказывается значительно короче в сравнении с путём задним. Таким образом, мы имеем те параметры, которые мы должны учитывать в хирургии пищевода для того, чтобы достигнуть оптимальные результаты и снизить количество осложнений. Нами проанализировано уже 356 клинических случаев рака пищевода, завершившихся оперативным вмешательством. Из них больше половины – это минимально инвазивные оперативные вмешательства. Так в течение нескольких лет мы оперируем. Мы уходим от операции открытого доступа и перемещаемся в сторону минимально инвазивных операций, дойдя до алгоритма выбора способа операции. Представлены слайды классификации 11-я японская, и мы видим, какие лимфоузлы считаются регионарными, какие отдалёнными, в зависимости от локализации новообразования. При этом, при верхнегрудном отделе пищевода мы должны выполнять шейную лимфодисекцию. Опухоль, локализуясь достаточно высоко, требует удаления всего пищевода и расстояние, которое требуется заместить, существенно высоко. Поэтому вариантом этой операции, целью формирования узкого желудочного стебля является необходимость удлинения желудка для того, чтобы его доставить для формирования анастомоза на шею. И это делается загрудинно в переднем средостении. Опухоли среднегрудной локализации не требуют при отсутствии метастазов в лимфатических узлах 106-й группы возвратных нервов, не требуют систематической шейной лимфодисекции. Поэтому этот вариант операции должен быть выполнен, может быть выполнен гибридно, то есть начиная с лапароскопического этапа и желудочный стебель широкий с формированием анастомоза в заднем средостении в трансплевральном доступе. Опухоли же абдоминальной локализации требуют лимфодисекции в области малой кривизны, поэтому целью формирования узкого желудочного стебля на данном этапе является удаление лимфатических узлов вдоль малой кривизны желудка и устранение опухоли, которая может распространяться и на стенку желудка. Мы представим в этой таблице алгоритм, который, собственно, систематизирует те принципы, которые я только что озвучил. Требования к анастомозу мы цитируем Михаила Ивановича Давыдова, поскольку именно эта модификация и этот способ формирования обеспечивают максимальную безопасность, высокую физическую и биологическую надежность, антирефлюксные и антистриктурные свойства. Способ универсален и прост, и быстр в исполнении. Так это выглядит схематически, и материал взят из его книги. Несколько кадров по способу формирования эндоскопического внутриплеврального анастомоза. Это можно делать вручную, это можно делать аппаратным способом путем формирования циркулярного степлера. Через технологические отверстия в желудочном стебле вводится аппарат в плевральную полость, совмещается с наковальней степлера и производится формирование анастомоза. Таким образом, выбор методики минимальной инвазивной эзофакоктомии осуществляется с учетом локализации опухоли, с учетом путей метастазирования, объемом необходимой лимфодисекции, кровоснабжения желудочного стебля и фактом проведения неодевантной химиолучевой терапии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok